Вот я уже включил. Значит, у нас эти две темы, преодоление раскола в еврейском народе и понятие о мире как о продукте высшего разума, как ни странно, эти две темы, на самом деле, они очень тесно связаны. Очень тесно связаны, потому что расколы в еврейском народе сегодня, можно сказать, проходят по линии, как нас учили, главного вопроса философии. Вы, я думаю, прекрасно помните. Ну да, конечно. Это мой главный вопрос. Что первичный, что вторичный. Да. И вот удивительно, вот этот конфликт, который, мне кажется, в большой степени под влиянием, внешних сил, которые нас не очень любят, он усилен. Он усилен последние, там, не знаю, лет пять, там, плюс-минус, может, чуть больше. Потому что, я как слышал, наши враги, они говорят так. Главное, не переубедить противника, чтобы он стал на твою сторону. А главное, максимально усилить раскол в его рядах. Стравить одних с другими с максимальной силой, ты его максимально ослабишь. Вот так что. Что и делается всегда. Что они и делаются. Да, да. Нам надо, как говорится... Начиная с древних времен. Это мы что-то пытаться противопоставить. Но, к несчастью, раскол создается нами самими. Раскол не они создают, а мы сами создаем. Мне кажется, что это самое главное. Как они могут создать раскол? Они там у них на поводу. Прежде всего вопрос такой. Вы сказали, очень нежно. Нас не очень любят. Но, скажем так, более правильно, нас совсем не любят. Хотят нас погубить. А почему, как вы думаете? Не, оставьте. Это мы... Ну, как говорится, это тоже можно обсуждать. Я согласен. От этого много зависит. Ну, можно сказать, потому что мы не идеальны. Но мы идем... Да. Мир хочет, чтобы мы были идеальны. Чтобы мы соответствовали его идеалу. И тогда они будут нас совсем любить. Это, если... Самое глубинное источник, да? Всего, что происходит. Все хотят, чтобы евреи стали идеальны. А вот если они не идеальны, люди очень расстраиваются. А мне кажется, не в этом. Это чисто такая красивая причина, но она не в ней дело. Никто... Насколько я знаю людей, сколько я встречался с людьми, никто не ожидает, что мы будем какие-то идеальны. Это такая красивая фраза, которая, мне кажется, не имеет места в реальности. Ну, я вас слушаю. Значит, главная причина, что нас не любят, это мы просто являемся конкурентами для всех. Вот смотрите, и Герцель, и... В общем, все наши великие вожди сионизмом, они думали так, вот создадим Израиль, все евреи съедут сюда, и все, на этом вражда кончится. Ну, да. Ну, много, много всего. Они хотят... Жабатинский тоже так же думал. И друзей тоже. Но это действительно очень широкая тема. Мне бы хотелось сузить, потому что... Да. Вот смотрите, с самого создания государства Израиль приняли то, что называлось статус-кво, да? Приняли какой-то компромисс, допустим, что на пляж люди ходят в Шаббат или на машине ездят те, кто не соблюдают. А вот, например, государственные учреждения, наоборот, не работают в Шаббат. Много таких линий провели, чтобы вот этот временный... С одной стороны, чтобы было спокойно жить. Израиль продвинулся, очень продвинулся. Это понятно. Но надо иметь в виду, что в Израиле съехались люди из совершенно разных культур. Это восточная культура, по сути дела, арабская. Это культура советская, которую мы с вами перевезли, совсем противоположная. Это эфиопа, неизвестно какой, значит, культуры и так далее. И было бы даже неправильно ждать, что вот мы съедемся и подружимся всем. Мне кажется, что вот разговоры о Расколе немножко сейчас увеличены в том смысле, что они касаются нашего с вами поколения. Наши поколения, которые прибыли из разных мест, мы действительно не можем договориться. Но если пройдет несколько поколений, наши дети, наши внуки, правнуки и так далее, которые являются здесь гражданами Израиля и совершенно не связаны с нашей культурой, это отпадет. Единственное, что может не отпасть, и то, что действительно нам угрожает, это невозможность или нелюбовь религиозных и нерелигиозных людей друг к другу. Так, если очень нежно сказать. Как раз этого элемента, об этом элементе я и говорю. Да, это самое главное. И дело в общем, наша светская часть населения не очень себе отдает отчет в том, что где-то через несколько десятков лет количество ортодоксально верующих евреев вырастет до 50% нас в Израиле. И если мы не найдем общий язык, то наша страна превратится в, ну, типа Ирана, религиозную страну. В наше время это совершенно недопустимо. Хотя я ничего не имею против религии самой, по себе. Я имею в виду то, что надо найти способ договориться между собой. А в чем вот сегодня, на чем же зиждется взаимная ненависть? Значит, с точки зрения нашей. Вот моей, например. В Таре нет ничего того, или нашей религии в целом, в иудеях, в иудаизме, нет ничего того, из-за чего возникают эти споры, которые сейчас происходят. Ну, например, нигде же не сказано, что религиозные люди не должны служить в армии и не защищать свое отечество. Мы этого нигде не найдем. Наоборот, наоборот, подчеркивается, что везде подчеркивается, что евреи, все должны, все как один человек, должны защищать свое роде. На каком основании? Ну, по этому пункту, я думаю, сейчас приближаюсь к консенсусу. Вот я хотел бы понять, вот вы человек ближе к той среде. Вот если можно, я как раз поддержу вот эту тему, которую вы сейчас коснулись. Мне кажется, вот динамика последнего времени, она говорит о фактическом приближении к консенсусу. Уже долгое время был вот этот маленький батальон, то, что назывался Нахаль-Хариди. Все о нем знают. Это я знаю. Несахи-Еуда. Но он был маленький. Он был батальон, сколько батальон, плюс-минус 300 человек, я могу ошибаться. Он не рос. Почему он не рос? Потому что религиозные не хотели, чтобы он рос? Или потому что светское руководство, армии, как говорится, те, кто вокруг них, не хотели, чтобы он рос? Это тема серьезного обсуждения. Но сейчас это уже дивизия. Вы слышали, да, последние пару месяцев, да, или сколько там, несколько дней. То есть динамика совершенно нормальна. То есть они получили многолетний опыт. И сейчас уже согласны, что и дивизия, дивизия это 3000, да. Если по советским меркам, да, было три роты батальон, да, начиналось с чего с отделения 10 человек, взвод 30, рота там 90-100, батальон 300, полк 1000, все на 3 умножалось с небольшой добавкой. И дивизия 3000. Ну вот, так что здесь нету, нету, и каждый вот этот уровень, ему надо дать время устояться. на батальоне они получили важный опыт, на дивизии другой опыт будет получен. Я вам скажу еще одно, я близко связан с этим вопросом, потому что Рав очень, как говорится, большой праведник и Гаон, то, что называется, Зацаль, он уже Йоэль Шварц, он был одним из основателем, и я долгие годы ходил на его личные уроки, так что он и об этом нам рассказывал. В чем там была серьезная проблема, они служили срочную службу, но их не призывали в Милуим, в резервистскую службу, и из них, соответственно, не вырастали офицеры. Этот весь процесс сейчас должен перемениться, должен расшириться. Вот дивизия, она уже даст. Так что нам нет нужды, вот особенно на этом этапе времени, сказать, что мы сразу хотим, было 300, мы вот сейчас 3000, мы хотим сразу 30 тысяч. Идет динамика, идет хорошая динамика. но почему это вообще возникло? Вот мне это не понятно. Вот в том-то и дело, нас пытаются, вот тут разница между внутренней динамикой и внешними силами, нас, в нас пытаются разжечь ярость по отношению друг к другу. Причем ярость, я бы сказал, ярость здесь нежное слово, более сильное слово ненависть. да. И от этого надо сделать шаг назад. Я думаю, что никто не должен разжигать ненависть советских евреев к религиозам, потому что в течение 70 лет мы там были и нас все время учили, что религиозные люди это самые последние негодяи, так скажем. Ну и вот приехали сюда с этой концепцией и тут мы видим, что они вроде бы нормальные люди, но не можем с этим смириться. Это можно понять и это пройдет, пройдет несколько поколений и это исчезнет. А вот то, что они выдвигают, это то, что они же консерваторы большие. Они считают, что от принципа вступать нельзя. И вот мне непонятно вот эта концепция изучения Тор. У меня и вот они должны изучать Тору от рождения до смерти. Значит, я вам уже говорил, что я родился, жил в маленьком еврейском местечке. Да, вы не правы религиозные люди. Мы из семьи раввинов, рабоним. Отец у меня был фактически ортодокс, то есть хасиб. Он изучал Тору. Какой хасиб? Можно я закончу? Да, извините, конечно. Он изучал Тору тоже, то есть как? Всю жизнь. У него была библиотека, я, как сейчас помню, в одной той комнате, его комнате, одна стенка была полностью, гемару, большие книги, и не было такого дня, не было такого дня, чтобы он не доставал эту гемару и не читал ее, и не обсуждал, не рассуждал. Нет, я такого дня не помню. Но он в то же время, в то же время, он очень тяжело и физически работал, он же был Шойхат. Ну, вы представляете, что такое Шойхат? Это очень сложная физическая работа. Он, кроме того, три дня, три раза в день должен был посещать синагогу. И все это он совмещал, и у него не возникал вопрос, почему я должен это делать, а это не делать. А почему этот вопрос здесь возникает, что вот они должны изучать Тору, и дальше поэтому они не будут работать, они не будут служить, они всю жизнь будут изучать Тору. Я не знаю, откуда взялась эта концепция, ее вьюда изменит этой концепции. Это придумано. Я вам могу немножко исторический контекст добавить. Я не знаю, все ли детали вы осознаете. Вот я как раз от Рава Шварца зацарюю. Очень многое узнал. Был очень тяжелый период для религиозного еврейства между мировыми войнами. Удивительная вещь произошла. Мы знаем, что в Советском Союзе религиозных евреев не стало принудительным путем, потому что кто был религиозным, могли сквозь пальцы смотреть, что он ходит даже в синагогу, но если он маленького ребенка покажет ему евритские буквы, он сядет в тюрьму и поедет в лагерь. Это все знают. И очень бояльно. Советский Союз был единственной страной в мире. Разрешите мне подумать. Это более широкая картина. Это то, что мы все хорошо знаем. Но оказывается, что резкий упадок религиозного еврейства произошел и в Америке. В Америке механизм был другой. В Америке надо было в субботу работать. Надо было парноса, там все крутятся, как сумасшедшие. Где ты найдешь работу, где тебе еще разрешат. И в Америке подавляющая часть еврейства ортодоксального ушла. Там появились реформаторы, консерваторы, которые могли в шаббат на машине поехать в синагогу. Это уже когда были машины. Короче говоря, такое мягкое соблюдение. И вы что думаете, это только в Америке и в Польше, которая была очень религиозная. Вот вы мне еще расскажете о Румынии. Это, кстати, очень я хочу от вас услышать, но дайте мне секунду. Польша, которая была очень религиозная, там массовый, массовый отход от еврейства был. И я вам еще одну вещь скажу. Иерусалим, который был сосредоточен ортодоксального еврейства. Вы знаете, что к концу Второй мировой войны в Иерусалиме почти не осталось религиозных евреев? А теперь вы мне расскажите, а что было в Румынии перед войной? Какая часть евреев, скажем так, ну, соблюдала шаббат, например, это же разные категории. Есть люди, которые все еще могут приходить в шаббат в синагогу, но уже зажигать цвет в шаббат. Вот расскажите, мне интересно. Ну, я это очень хорошо знаю, поэтому я могу рассказать. Конечно, я подумаю. Значит, прежде всего это относится не только к Румыне, а ко всем восточных европейских странам. Это и Румыния, и Венгрия, и Чехослават, и там. Я Польшу не знаю, Польша там, где-то, в другом. Значит, первое, что я хочу сказать, Советский Союз был единственной страной в мире, единственной, где была запрещена еврейская жизнь. Значит, даже в фашистской Германии этого не было. Даже Гитлер, Гитлер не запретил еврейской жизни вплоть до 1938 года, пока он не стал выселять просто евреев из Германии. А до этого еврейская жизнь в Германии оставалась такой же, как обычно. У нас, вот, как бы сказать, в Румынии было очень много вот таких местечек, как наша местечка Романовка, чисто еврейская. Значит, ну, у нас, например, было 1200 еврейских семей до войны. Ну, где-то, может быть, я думаю, где-то около 100 молдавских семей, не более того. И немножко, несколько семей цыган, там, был, был еще рядом была немецкая Слобода. То есть, вот, это вот, это вот наши местечки. Но таких местечек, как Романовка, в Румынии, Бессарабии, в частности, в том числе, в Румынии, в одинаковой степени было очень много. То есть, можно так сказать? Я же присказку, обратите внимание, я присказку сказал, чтобы основную мысль, я до нее еще не дошел. Все-таки скажите, какая часть евреев соблюдала Шаббат? Я вам говорю, что у нас считалось, что все евреи нашего местечка, это немножко так, сейчас я поясню всем, значит, все евреи нашего местечка соблюдают еврейский образ. так считалось. Но последние годы, ну, где-то, так скажем, конец 30-х годов, середина конец 30-х годов, там у нас была гора, и вот там на горе начала селиться молодежь, которая относила себя часть из них сионистом, часть из них коммунистом, и они игнорировали самую еврейскую жизнь, к ним так и относились, но их было по отношению ко всему нашему населению, ну, процентов 3-4, не больше. Остальное это было нормальное еврейское. То есть вы хотите сказать важную вещь, что у вас большинство людей, у меня конкретный признак, не зажигали свет в шаббат. Нет, у нас зажигали свет, свечи всем, не нарушали шаббат. Значит, все без исключения, никто не нарушал. Дальше, маленькое местечко, маленькое, 1200 семей всего, но были три большие синагоги, три, и в субботу синагогу негде было зайти, там всегда было переполк. А какой хасидут у вас был, если можно? Да. Какая ветвь хасидута была у вас? Как? Какая ветвь хасидизма была у вас, хасидута? Значит, одинаковый для всех. Почему были три синагоги, я объясню. Какой, какой? Вы не знаете название? Я название не помню, но я могу объяснить, почему три разности. Вот здесь я вижу, марокканские, у нас этого не было. У нас были три, почему? Значит, одна синагога для бедных людей, другая синагога для интеллигенции, и третья синагога для богатых людей. Вот так они делились. Теперь вы мне скажите еще одну важную вещь. Сколько евреев стало получать высокое образование, светское образование? Еще раз могу сказать, что поехали в Бухарест или куда? Во многих, то есть не во всех, во многих еврейские семьи отправили, во-первых, у нас была еврейская школа, начнем с этого, так вот, семилетняя школа, и мы все учились в еврейской школе, а не в румынской, там еще румынская школа была. Но еврейская тоже два вида. А? Были еврейские религиозные школы, и были просто школы на идыше, где на идыше математику учили. Я объясню, я не закончил. Балатарбут, это тоже действительно как бы правильно отмечать, это не была религиозная школа, это была, но все предметы в этой школе на еврике, все без исключения. На идыше. Не на идыше, а на еврике. математику? О, это уже новое. Никакой идыше, идыше стал в советское время. Не просто так, мои бабушки были учительницей, моя бабушка была учительницей математики в еврейской школе, в красном, ну там и в других местах она была. Это была еврейская школа на идыше, где мы это потому, что советский союз. Понятно, что идыше был языком пролетариата, а еврей был языком Курсеразии. В нашей школе все предметы преподавали на еврике. Идыш учился может быть как отдельный язык, и то не всегда. Мои сестры, братья, сестра мои братья, все кончили эту школу, я не успел, потому что я только до первого класса дошел. Так один класс проучились в этой школе? А? Один год вы проучились в этой школе? Один год я проучился, но первый класс у нас был на идущ, так, чтобы приучить учеников, а дальше шел на еврике. Мои все братья и сестра свободно говорили на еврике. Они, кстати, общались между собой, молодежь собиралась, и все разговаривали на еврике, а не на идущ. Это мы, значит, мама, папа, я, дети говорили на идущ. Они между собой на идущ. Так, и были ли религиозные предметы в этой школе? Да, были, были. Был этот Танах изучался как предмет. Это как здесь, в израильской школе. Это мне пахнет сионистским образованием. Потому что сионисты, то есть выходили все, ну, эта школа, это была сионистская. Тарбот, это действительно сионистская была организация. Это сионистская школа. Это на самом деле так. Но, тем не менее, все были, еще раз повторяю, религиозными людьми. Дальше. Многие отправляли своих сыновей в Ишиву. Ну, у меня все браки кончили Ишиву. Без исключения за моими исключениями. Вы маленький, я уже понял. я маленький. А большинство училось в Ишивах. Большинство. Многие не учились в Ишивах, но, тем не менее, они соблюдали еврейский образ жизни. Не было такого, чтобы, допустим, если разносился слух, слух, что Берл от такого-то, там, из такой-то семьи, вчера был где-то в каком-то там выселительном, и там продавали свиную колбасу, этого Берла начинали все игнорировать, как будто онгой. я понял. Я понял. То есть, ваше местечко, оно сохраняло силу. А что было в Бухаресте? В Румынии было очень много. Мы очень ушли, хотя эти подробности очень важны. Но общая картина, она несколько другая, я вам сразу скажу. И поэтому я сразу перескочу. А что в Бухаресте происходило, вы, может быть, меньше знаете? Нет, я говорю, я же сказал, местечки. Кроме того, были города. Но у вас же сейчас более широкий кругозор. Кроме того, были города, конечно. Был Кичинев, был Бухарест, были Ясс, были Галац. Ну, не так много городов, но были. Но я знаю о том, что у меня, например, у нас жила тетя в Кичиневе. И они тоже соблюдали еврейскую жизнь. И в Кичиневе, несмотря на то, что это Кичинево, был. Но там, может быть, было немножко больше таких сионистов, больше коммунистов. Это безусловно, да. Но в целом, в целом, соблюдалось. Вот, где не соблюдалось, я, вы правильно сказали, не соблюдалось, прежде всего, в Советском Союзе была запрещена еврейская жизнь полностью. Не соблюдалось в Германии. То есть, в Германии, она не была запрещена, но она и не выполняла. Они говорили, мы немцы, мы немцы Моисеевой веры. Так они говорили. То есть, они не соблюдали. не то, что начался распасть в жизни в Соединенных Штатах и продолжается до настоящего времени, это мы тоже с вами хорошо знаем. Я еще задавал всегда такой вопрос. На него не получал, до сих пор не получил ответа четкого и ясного. Я всегда задавал его. Вот скажите, пожалуйста, если бы не было бы Гитлера и не было бы Сталина, вот не было бы этих двух слогеев, не было бы этого антисемитизма, который прошел в 30-40-х годах. Сохранилось бы и вообще евреи. Это действительно вот вопрос. Этот вопрос возник у меня вот на какой основе. Смотрите, до начала 19-го века, то есть до 1800-го года, когда Бонапарт объявил значит об эмансипации евреев, значит евреи все были религиозными. Везде соблюдался четко еврейский образ жизни. очень мало евреев крестилось в то время, очень мало, почти что нет. И пытались местной власти перевести христианство и ничего не удавалось. Люди сжигали себя в синагогах. Мы знаем это, что во время крестовок походу это происходило и после этого происходило. Но как только была объявлена эмансипация, резко ситуация изменилась. И девятнадцатый век это век массового крещения евреев. Вообще Европа. Массовое. вы говорили об эмансипации, которая привела эмансипация. Я сказал, что после эмансипации никто никого не заставлял, а началось наоборот добровольный переход огромного количества. Вот с этого времени можно считать. но я с вами, я с вами, я с вами, я тут только пол я с вами говорить. Но надо иметь в виду, что это было не единственное такое массовое явление. Я всегда привожу такие цифры, может быть, слышали? Значит, смотрите, ну, я не буду рассматривать доаврамовские времена, начиная с аврамовских времен или времен Моисея, появились евреи с еврейской религией, да? Я не поняла. Вот. Сколько это? Почти четыре тысячи лет. Почти. Ну, три с половиной тысячи лет, да? Это примерно столько же, сколько времени мы знаем китайцев. Китайцы тоже примерно три с половиной лет. Но за это время китайцы выросли до полтора миллиарда, а евреев никогда не было больше семнадцати миллионов. Это установлен такой факт. Никогда больше семнадцати миллионов не было. Во все времена. Почему? Потому что евреи всегда были склонны воспринимать чужую культуру. Это характерно вообще для всех людей, повышенный интеллект. И это в том числе для евреев. Там, где они жили, они принимали культуру тех стран, где они жили, и практически переставали быть евреями. в какой-то мере они сопротивлялись. Испанские евреи, мы знаем, сопротивлялись, хотя их пытались. Каждый раз они сопротивлялись насилию. Но если не было насилия, они добровольны. Например, во времена христианства, это известная цифра, христианство перешло четыре с половиной миллиона евреев. Это в те времена. Значит, говорят о том, что евреев там, значит, преследовали, там много было случаев, мы знаем, массу вырезаний и так далее. Но я вот могу эти цифры провести, я посмотрел эти цифры. Они составляют мизерное количество по сравнению с тем, что на самом деле то есть что имело место на самом деле. То есть я имею в виду вот что. Первое, у евреев всегда рождалось много детей, потому что иудаизм запрещал значит любые методы значит ищичан запрещал, да? Значит, дети умирали. Но вот у моей бабушки было, я знаю, 16 детей. 16. Дети умирали, но оставалось половина. Примерно 6-8 детей в семье всегда было. Это первое. Второе, евреи всегда отличались долгожительством. Они всегда по долголетию превышали все народы мира. то есть вот у нас даже в Романовке я знаю, у нас было в то время было где-то порядка 50 людей, возраст которых превышал 100 лет. Где-то порядка маленькой, маленькой вот это местечко. Хорошие гены и это чувствуется до сих пор. Это было значит не правило это какой-то особой местности. сейчас использует 2,2 десяток у евреев всегда было где-то 4 или 5. Почему же осталось всего 17? 17, а не полтора миллиардов. Ну евреи убивали и так далее. В какой-то момент войти в разговор. Ну 10 колен откололось. Можно начинать счет со второго храма, а не с первого храма. тоже ничего не понятно. А понятно другое, что евреи всегда очень массово в порядке ассимилировались. Вот это было в самом деле. Здесь я бы один комментарий внес, если вы мне разрешили. Значит поэтому создание Израиля наоборот сохранило еврейство. Оно спасло еврейство от исчезновения. Если бы не было Израиля, если бы не было антисемитизма Гитлера, если бы не было антисемитизма Сталина, да, какое-то количество евреев было бы, но уже мизерное количество. Я к вам присоединяюсь, только хочу дополнить, если можно. Да. Дело в том, что вы правильно совершенно говорите, у евреев было много детей, и более того, я вот читал разные материалы исторические, выживаемость детей у еврейской мамы, несмотря на то, что ее критикуют, что она слишком, это самое, у еврейской мамы выживаемость детей была выше в среднем, чем у местного населения, это тоже известный факт. И действительно население евреев росло. И более того, евреи очень видны, когда их там 3%, то кажется, что их 30%. И это привело к очень одной трагической вещи. Как только в любом месте, в любой стране евреев становилось больше, чем несколько процентов, начинались погромы, изгнания и насильственные переводы в местную веру. Это не свойство евреев, как мне кажется. Это свойство именно, когда ты живешь в рассеянии у другого народа, он не допустит, чтобы сохраниться, он не допустит, чтобы тебя стало много. И это то, что проходило, и вы совершенно, я с вами во второй части согласен, только когда началась эмансипация, и евреи перешли, масса евреев стала образованием получать и так далее. Тут уже растворение, оно пошло добровольно и активно. Но я не уверен, что это было раньше. Мы смешиваем две эпохи, хотя результат похож, но более того, как вы правильно говорите, что там, где эмансипация, там евреев стало меньше. В России, Российской империи, где не было эмансипации до определенного момента, как раз евреев было больше всего. Но если продолжить, а что же было с религиозным евреев несмотря на то, что в Румынии, в тех местечках, где вы жили, вокруг вас еврейская жизнь оказалась устойчивой, надо еще узнать, там немножко на фоне у вас разговаривают, это нормально или можно? Да, ну, у нас в запись попадают. Ничего не сделать, изменить ничего не могут. Это вне нашего контроля. Так у вас, мне очень интересно, если вы могли узнать, какое направление хасидитма было в ваших краях, действительно были хасидские регионы, которые были более устойчивы, но в большой массе от религии евреи отошли. Почему мы об этом знаем? Во-первых, я знаю из свидетельства очевидца, вот, Раф Шварц застали его, его очень юные годы проходили в Иерусалиме, вот, во время войны, после войны, и он рассказывает, что остались единицы, это одна сторона. Другая сторона мы знаем из исторической записи, когда Бен Гурьон освободил учеников Ешип от службы в армии, то несколько сот человек нужно было освободить от службы в армии. Это говорит, что подавляющее большинство евреев, которые переместились в Израиль, а из западных стран Америки там была маленькая, ну, может, из Германии, они были нерелигиозные. То есть была полная катастрофа религиозного мира к концу мировой войны, и мы это знаем по Советскому Союзу, но оказывается, по разным причинам процессы прошли во всем мире, религиозных людей почти не осталось. И те люди, которые взяли себе за цель возрождения религиозного еврейства в Израиле, вот кто-то из великих лидеров, он сказал, что как минимум, чтобы восстановить еврейство, как минимум три поколения должны чисто заняться Торой и стараться Тору сделать центром своей жизни и изучение Торы. И как мы знаем, что этому возникли неожиданные материальные условия, что репарации из Германии, вы это наверное тоже знаете, репарации из Германии позволили вот этим религиозным евреям, которые во многом были из тех, кто пострадал во время войны, получить средства к жизни и жить на это и только учить Тору. Более того, похожее явление произошло и в Америке. В Америке религиозное еврейство почти сошло на ноль к Второй мировой войне, а после Второй мировой войны вот эти зародыши, вот были хасиды, в частности мы знаем о Хабаде, рабе Раяц, предпоследние рэбы Хабадные и другие. Там тоже возникла значительная ну какая-то часть людей, которые на репарации после войны смогли получили возможность полностью посвятить себя изучению Торы и действительно у них большая браха, что у них большие семьи ну и многие люди делали шуву там сказать точно какой процент среди сегодняшних Харидим это потомки тех, кто к концу войны соблюдал все или потомки тех, кто сделал шуву вот в эти разные периоды, это еще требует изучения, но было сказано, что три поколения должно, как минимум три поколения должно постараться только заниматься Торой, не было сказано, что это на вечные времена. И теперь идет спор логический, что такое три поколения от 48 года, вот как вы посчитаете три поколения? Ну, поколение это в среднем считается 40, 40 лет. Вот если вот есть споры, кто говорит 30, кто говорит 40, кто говорит 20, если считать 40 лет, то вы сами понимаете, что надо 40 умножить на 3, это много, это много. И теперь вопрос, как Израилю к этому относиться? Ведь все равно какой-то процент отходит, вот эта светская жизнь, она вовлекает, и есть много, какой-то процент тех, кто хазарли шейла, да, отошел, или, допустим, был харидим, а кто-то переходит, становится хардаль, кто-то становится религиозным. Вот если 10 детей в семье, да, и 100 внуков и 1000 правнуков, да, такие семьи, к примеру, да, если среди этих правнуков одна десятая отойдет от такого строгого изучения того, что только торой занимаются, я уже не говорю, что среди тех, кто торой занимается, если сегодня реально посмотреть там работающих процентов 55 других мужчин, если о женщинах там совсем еще отдельная история, то если даже десятая часть отойдет, то у этого прадедушки сколько правнуков будут в армии служить, давайте посчитаем, мы с вами цифры любят, значит, если у него 10 детей, 100 внуков и 1000 правнуков, и даже 10% от них перешли в ту жизнь, где идут в армию, то у него 100 правнуков пойдут в армию, правнуков правнуков, а сколько у Светского дедушки, у израильтян были больше семи, чем в Европе, было трое детей, 9 внуков и 27 правнуков, да, у него 27 идут в армию, и это мы видим, если вы сегодня возьмете сегодняшних людей, там, даже молодого возраста, и спросите у них, твой прадедушка был религиозный или Светский, ты знаете, что будет? Это я все понимаю, большая часть, Ваши цифры убедительны. Прадедушка был религиозный, но сейчас другое, сейчас еще другая сторона, значит, сейчас возникло переживание, вот, буквально в последние годы, и до последних, там, не знаю, лет пяти, все знали, что есть такое положение, но это не доходило до какой-то истерики, Израиль жил, Израиль двигался вперед, да, были религиозные районы, были светские районы, кто-то там религиозные сионисты и так далее, в последнее время это очень обострилось, потому что религиозных стало много, и вы это сказали, это одна сторона, но с другой стороны, мы-то прибежаемся ко времени массово безработицы, об этом мы немножко забываем, то есть люди думают, если такая динамика, что будет там через 30 лет, да, когда еще одно поколение придет, мы спрашиваем, что будет через 5 лет или 10 лет, скажи, что ты хочешь поехать к нам, и что мы можем тебя забрать, уже, ой, может там сделать перерыв маленький, вот, только одну фразу хочу сказать, если кто думает, что роботизация и массовая безработица это далеко, то я хочу сказать только одно, что автономные машины в Америке уже вышли массово в американские города в Калифорнии, и буквально в считанные годы там много миллионов водителей по крайней мере останутся без работы, это только первый шаг, все, я отдаю микрофон. Да, значит, все то, что вы говорите, это правильно, но мы же с вами озабочены совсем другим, как устранить раскол внутри нашего народа, а для того, чтобы устранить раскол, надо, чтобы обе стороны пошли навстречу друг другу. Дело в том, что кроме вот этих цифр, которые вы приводите, и которые, кстати, никто не знает, у людей совершенно другие представления об этом, абсолютно другие. Значит, есть такое мнение, что вот все, все, вот такое мнение, все религиозные не хотят служить в армии, и все религиозные не хотят работать. Мнение неправильное, безусловно, но это мнение поддерживается нашими СМИ, это мнение поддерживается там различными группами, различными, и поэтому оно продолжает жить, но я что хочу сказать, обе стороны должны идти навстречу друг к другу. А мы хотим иначе, то есть религиозные евреи, харидим, они хотят иначе, чтобы все стали харидимами. Этого ведь никогда не будет, это же ясно, да? И вот надо, чтобы, значит, какая задача с моей точки просвещение религиозного человека здесь, даже в Израиле. Самая главная задача это просвещение людей, людям доказывать, что религия это хорошо, что религия это здорово, что это и так далее, и так далее, но пока они не будут вести себя так же, как все остальные, то есть пока они будут отказываться от введения светского образования в религиозных школах, что совершенно недопустимо, пока они будут отказываться от служения в армии, будут отказываться от участвовать в нормальном рабочем процессе, раскол будет увеличиваться, они уменьшатся. Значит, чтобы не было раскола, нужно, чтобы они пошли в народ, чтобы они не заботились о политике, не занимались какими-то политиками. Мы знаем, что политик это ложь и вранье, и этим ложей и вранье занимаются сегодня религиозные люди, не в меньшей степени, чем все остальные, то есть они не должны к этому стремиться, они должны стремиться наоборот, вот в этом смысле даже я бы считал, что православная религия правильно поступает, что не допускает, не разрешает своим священникам участвовать в политической игре, политических игр. Они не могут быть депутатами, они не могут быть в составе правительства и так далее, то есть религиозный ну как это самое ядром должно заняться просвещением, надо, чтобы это просвещение проникло и в светские школы, но надо, чтобы светские, ну так называемые светские дисциплины проникли в религиозные школы, вот тот учебник, о котором я вам говорил по физике, я вам говорил я его специально составил таким образом, чтобы он не противоречил религии, то есть современная физика не противоречит религии, но осталось осталось это наслоение от того времени, когда существовала вот эта самая советская система, она очень сильно повлияла на интеллигенции всего мира и на ученых всего мира, даже сегодня ученый считает для себя постыдностью говорить, что он религиозный, что он не материалист и так далее, вот я смотрю на наших вот даже, они хотят быть материалистами почему-то, хотя причем интернет нарушился, сегодняшняя наука не смотрит с обеих сторон, это одно дело, второе, харидим тоже не одинаковы, есть совершенно разные общины, и иногда вот наиболее такие экстремистские общины маятся нашими светскими людьми за общие, за вот это вот, вот они религиозные, они там камни бросают, камни бросают в субботу, как может религиозный человек бросать камни в субботу? Это действительно крайне, и действительно вы правильно говорите. Значит, я думаю, чтобы ликвидировать вот этот раскол, должно быть движение обеих сторон, а если одна сторона считает, что мы должны все двигаться, то есть светские должны все двигаться в сторону Харидим, из этого ничего не выйдет никогда, ничего хорошего. Есть тут два момента, во-первых, действительно есть исторически то, что называется статус-кво, который все-таки израильскому обществу дал относительную стабильность уже сколько, 75 лет? Это скоро 80 лет. И я не очень слышу, чтобы со стороны Харидим религиозных людей были попытки изменить этот статус-кво. Он есть, и он считается, что, знаете, как между двумя соседями, один считает, Меза хорошо проходит, а другая могла бы и здесь лучше пройти, а другой думает, что и там было лучше пройти. Но кто попытается эту межу двигать, он войну начнет. Может, не надо эту межу двигать, она есть. Это одна сторона. Вторая насчет образования. Вот это очень деликатная вещь. И поэтому я вас склонял к обсуждению GPT. Дело в том, что вот этот объем знаний, чтобы уварить все еврейские знания, которые за многие тысячелетия накопились, и пророков Тора, и мудрецов Талмуда, и более поздние комментаторы, которые уже после Талмуда, Рамбам, в частности, Рамбам это замечательный мыслитель, потому что он был и, естественно, испытателем, и доктором, и глубоким знатоком Тора. Чтобы эти все знания уварить и держать активными, как говорят, век живи, век учись. Вот если даже сравнить знания среднего, вот религиозные сионисты, да, они и общее образование получают, и Тору учат, они, они как бы соответствуют более-менее тому идеалу, о котором вы говорите, ведь правда, да? И тем не менее, я вот наблюдал за диалогом такого человека интеллигентного религиозного сиониста и человека интеллигентного, который Торатоа Мунато, который учит Тор с утра и до ночи, у него такой люксус. Но это как у очника сравнить с вечерником или за очником. И тот и другой учит. Дело в том, что надо понять, а что нашему обществу в целом нужно, да? Что нашему обществу нужно в целом? Вот этот листочек, который я вам посылал, там более-менее так, очень схематический. Он односторонний. Он односторонний. Он требует, чтобы мы двигались в сторону... Он не требует от нас ничего. Нет, но он составлен таким образом, чтобы... Он учит. Люди двигались в сторону религии, но не наоборот. Нет, он не требует, чтобы мы двигались. Он говорит, я буду учить Тору, но подождите, это присказка, я до сказки никак не доберусь, потому что сейчас что получается? Чтобы нам сделать вот этот GPT, еврейский GPT, который спасет человечество, который будет вот этим роботом-мутантом, который в фильме «Я робот», он спас человечество. Чтобы он спас человечество, воспитать его на еврейских основах, там есть один очень важный этап. ему дают вот эти знания, очень коренные знания Торы, вот эти тексты, которые уже есть в больших количествах. Но есть еще следующий этап, почему GPT стал таким человечным, потому что его дообучали, есть такое обучение с подкреплением, которое делают живые люди, и вот эта фирма OpenAI, она наняла, я подозреваю, что огромное количество каких-нибудь индусов, потому что за небольшие деньги, но люди, говорящие по-английски, которые дообучали ему, которые много вопросов и ответов проверяли и ранжировали, что он ответил лучше, что хуже. Если сегодня взять всю массу Харидим, которые активно учат Тору, то этого будет мало, этого будет мало, потому что вот этот огромный мозг, чтобы его обучать, нужна огромная тренировка и огромные массивы информации. Они могут спасти мир, они могут спасти мир. Людей, знающих математику, в Израиле есть какое-то количество, и, кстати, к сожалению, и среди них много безработицы появится, потому что уже программист автоматически уже вот недавно совсем появился, который не просто пишет программы компьютерные, а пишет, запускает их, смотрит, как они работают, корректируют и выдает вам в конце работающий продукт. Вот удивительным образом, учитывая, что идет массовая безработица, и нам надо будет думать наоборот, вот эти миллионы людей, которые окажутся ненужными, как сделать, чтобы они не деградировали, они, конечно, все подсядут на компьютерные игры и виртуальные миры, и тут вот мы уже должны сравнивать, а что лучше, заниматься с утра и до ночи изучением Торы или компьютерными играми, или там разными развлекательными зрелищами в интернете. вот такое сравнение уже совсем в близкое время, настолько сейчас быстрый переход этот, мы не успели к нему адаптироваться, мы еще аргументы используем до GPT, мы аргументы древнего времени, двухлетней давности используем, вот эта перемена, вы знаете, ему два года, да, вот этот GPT, в ноябре 2022 года, это древность просто какая, и все эти аргументы, люди не успели к этому адаптироваться, они еще живут вот этими старыми распрями, которые, вы правильно сказали, они нагнетаются, средства массовой информации в Израиле, они находятся под влиянием внешних сил, которые, как я мягко сказал, нас не любят, под сильным влиянием, но отдаю микрофон, а то я злоупотребляю, а вы очень терпитесь. Я просто хочу сказать вот о чем, если мы хотим, допустим, чтобы этот процесс как-то возник, и чтобы возник процесс объединения людей в нашей стране, мы должны создать какую-то программу своей деятельности, которой надо предусмотреть движение напротив друг к другу. Мы должны настаивать на том, что, первое, все харидимы должны служить в армии, второе, никаких не должно быть льгот для каких-то отдельных людей, не знаю, все должны служить. Так же, как, между прочим, и арабы в том числе. Но если ты не имеешь права держать оружие в руках, я не знаю, такого в юдаизме не видел, ну, можно не обязательно в боевых частях служить, но служить можно. Значит, надо настаивать на том, чтобы в религиозных школах были введены светские дисциплины, чтобы там изучалась не только математика и английский, как сейчас считают, но обязательно физика и биология. Я не знаю, там, химия. Это обязательно должно быть, потому что иначе вы посмотрите, что происходит. Мы говорим о том, что идет рознь, но ведь рознь происходит потому, что они же изолируют себя от всех остальных, они даже живут отдельно в отдельных районах, они не хотят жить вместе со всеми. Более того, они телевизор не смотрят и интернет не смотрят. Они же привыкли, кстати, насколько я понимаю, что даже в старое время вот эти все гетто возникли не столько потому, что их хотели, они сами сначала изолировались, а потом уже поняли христиане, что это очень хорошо и добавили эту изоляцию, то есть создали гетто. И вот эта взаимная изоляция, она ни к чему не приведет. То есть надо привлекать религиозных людей просветительской работе. Они должны уйти из политики, они не должны политикой заниматься, а должны заниматься просвещением людей. Если это произойдет, тогда будет встречная работа, иначе ее не будет. Вы обратите внимание, что современный мир, он очень агрессивен к людям традиционным. И это мы видим и в Америке даже традиционное евангелическое общество, хотя оно достаточно еще мощное, оно постепенно размывается. И вы можете даже увидеть на примере религиозных сионистов. Они очень такие настойчивые, тем не менее у них около половины детей отходят. Да, я это современный мир очень агрессивный. он, если от него не изолироваться, произойдет то, что уже один раз произошло. Религиозных евреев к концу мировой войны не осталось. Осталось какое-то там маленькие проценты очень, очень маленькие проценты. Ну, а изоляция еще хуже приводит к расколу. Ну, подождите, остались маленькие проценты, то есть они бы исчезли. Вот в том-то и дело. Это очень сложная тема, где вот этот правильный баланс. И тогда я прошу еще один вопрос. А хватает ли нам людей, знающих математику? Или недостаточно? Может, мы хотим действительно хай-тек еще более энергичный. выезжаешь и так далее. Но религиозное сообщество, оно неизбежно размоется. Если оно приблизится, если они начнут смотреть телепередачи, то все. Там такой идет поток на подсознание зрителя, то человек даже не замечает, как он уже другой. Это очень сложная тема. Сложная, я согласен, потому что сложность еще в том, что я тоже понимаю, значит, тот же самый консерватизм, он обоснован. Когда он исчез во времена Павла, во времена создания христианства, возникла другая религия и создали эту религию опять же те же самые евреи. Именно из-за того, что они отступили от духа и буквы иудаизма. Допустили, Павел стал говорить, достаточно 10 заповедей, не обязательно обрезания и так далее. Результат мы видим налицо. Сразу же возникла другая религия. То есть логика в том, чтобы ортодоксия должна иметь место. Не надо допускать никаких отклонений, отступлений. Но это вовсе не значит, что надо самоизолироваться от всех остальных людей. Вот в чем дело. Они самоизолировались, они не идут, вот как раньше, допустим, в России шли в народ, там народники были, там и так далее. Вот они тоже должны идти в народ. И не проповедовать ненависть к советским евреям называть их гоями. советским временем их убеждать через детские сады, я не знаю, через всякие учреждения. Они должны, их влияние должно увеличиться, безусловно, и должно быть наоборот. То есть и то, и другое. И тогда все-таки кое-что может потерять израильское общество в этом случае, но главное, что она выиграет, она станет более единой. Среди харидима вот это движение по приближению к Торе, оно довольно сильное. Ну, во-первых, все знакомы с Хаббатом, да, который вообще везде, да, Хаббат, да, ну, это не Хаббат, которое везде, которое в Киев, после Чернобыля приехали вот эти молодые рабоним с семьями, с маленькими детьми после Чернобыля, какая самоотверженность у них. Но не только, в Израиле есть еще сеть семинаров, называется Арахим, когда дают такие лекции и встречи в гостиницу, можно поехать на два дня, по льготным таким, на льготных условиях, и там совершенно замечательные лекторы, которые, кстати, многие из них сами сделают шву, и поэтому они понимают, они видят две стороны этого мира. Изоляция это большое самопожертвование, они ведь очень бедно живут. это я знаю, да, это правда. Я был в семье русскоязычного Равина, он, кстати, выпускник прикладной математики, такая очень интересная, раб Каплан, он в Иерусалиме, на севере Иерусалима, у него было, по-моему, 12 детей на тот момент, а дети необычайно дружелюбные, я вот к ним приехал на шаббат, они меня прямо отхватили, еще соревновались, кто будет со мной идти, кончилось тем, что я там двух или трех мальчиков за одну руку вел, и двух или трех за другую руку. И мальчик, которому было лет 10, у него брюки шнурком завязывались, и я ему сказал, да, вот у тебя такой шнурок, он говорит, да, вот когда у меня будет бармитсва, мне кожаный ремешок подарят. Мне уже обещали подарить кожаный ремешок на бармитсв, может он ближе был к бармитсву, то есть очень скромно живут, это очень большой подвиг, как они выживают, между прочим, у них есть, наверное, вы тоже знаете, то слово, которое в Советском Союзе было заезжено, потреб кооперация, вы знаете, что? Я знаю, да, я знаю, что. А что реально в Израиле они делают, вы тоже знаете, да? Они заказывают там грузовик Кур, допустим, и оптово, прямо с фабрики привозят грузовик Кур, он или по небольшой цене, или даже может кто-то пожертвовал по оптовой цене, и таким образом они выживают. Это довольно большой подвиг, и вырастить 10 детей, если в советское время, вот взять пару молодую, и они скажут, мы готовы, знаете, семейные детдома, мы готовы содержать семейный детдом для 10 детей, что будет, им дадут бесплатно и дом, и питание, и зарплату еще за то, что они это делают. То есть это, это можно сказать, в каком-то смысле подвиг. Мы должны только посмотреть, и этот все время правильный вопрос возвращается, для ближайшего будущего Израиля плохо или хорошо, прежде всего, они не настаивают на том, чтобы светские изменили образ жизни. Вот этот статус кво, который до сегодняшнего дня был, я не особо слышал, чтобы харидим настаивали на то, чтобы его сдвигать куда-то. Он был, он остается. То, что беспокоит светских людей, что их стало больше, большая часть в обществе, а сможем ли мы так выжить. И то, что вы говорите призыв в армию. Вот насчет призыва армии, вот даже сегодня, в данную секунду, есть два пути. Первый путь начать воевать за закон о всеобщем призыве. Почему они опасаются этого закона? Они не хотят, чтобы молодые люди были призваны в те части, где нет для них условий. Если молодой человек религиозный попадает в окружение, где светские командиры, светское окружение, и там девушки, ребята ходят в перемешку, они знают, что это на него подействует. А есть другой путь, есть другой путь, и он уже идет, на наших глазах, уже сделали эту харидивную дивизию. Дайте несколько лет этой дивизии оформиться и посмотреть, как оно идет. зачем сегодня нам развивать давление на этом направлении. Оно уже прошло. Оно уже прошло, продвинулось, дайте ему развиться, дайте ему два-три года и посмотрите, что будет. Может, из этой дивизии потом можно будет сделать две или три. И так постепенно это... Ну... Потому что коммунистическая идеология, она оказала огромное влияние на интеллигенции всего мира. Она прошла в университет, да. Вот в этом главное. Мне кажется, у нас сегодня хороший разговор, потому что у нас с вами так много общего. Прежде всего, вы физик, и я физик в душе. Это еще лучше. Ну, не только в душе, я люблю физику и конкретные вещи. Замечательно. Это очень хорошо. Вот, но у нас с вами много общего, и есть достаточно ума, чтобы вот этот мостик, его надо строить, большую энергию. Да, и я не против, пока у меня силы позволяют, ну, вы знаете, мне 94-й год. Ну, дай бог до 120-й пока есть возможности, пожалуйста, я готов участвовать, пожалуйста. Я с удовольствием. Чтобы придумали скорее молекулу, пусть вот этот искусственный интеллект работает, которая начнет омолаживать клетки в человеке. И вы знаете, что многие мои лекции по еврейскому вопросу, которые я читал у Людмилы, они как раз направлены на то, чтобы не создавать вражду, а чтобы эту вражду уменьшить, чтобы показать. Я, например, всегда говорю, посмотрите, ведь уровень, морально-нравственный уровень в еврейских религиозных семьях во много раз выше, чем у нас. Давайте учиться у них. У них есть очень много хорошего, чему можем научиться. Почему мы должны враждовать с ними? Мы должны только их понимать. Но с другой стороны, они настолько изолированы, что они просто... Наши люди туда не могут проникнуть, не знают, как они живут, почему они так живут, зачем так живут. У них есть семинары, вот я вам даю слово ключевое. Вы сказали о семинарах, я даже не знал. А кто не знает? Никто не знает. Их можно найти в интернете. Понятно. Надо, чтобы их пропагандировать в большей степени. И там очень интеллектуальные люди. На уровне кандидатов наук. Это очень важно. Но надо, чтобы их знал весь израильский народ. А их никто не знает. Ну вот прекрасно. Спасибо. Я думаю, мы хорошо использовали время. Да. теперь этот вопрос пока на сегодняшний день мы считаем законченным. По второму вопросу у нас уже времени нет. Не только успехом, анг decided с